Всем привет! Сегодня я и Миша будем готовить шашлык в духовке. Ну то есть я буду готовить, а Миша будет попрошайничать мясо и тем самым не мешать готовить. Да, Миша? Мяу, скажи, мяу. Хочешь мясо? Хочешь мясо, Миша? Ммм, скажи, как вкусно пахнет. Миша, только я тебя попрошу, конечно, не быть слишком наглым котиком. Хорошо? Будь послушным. Итак, у нас свиная вырезка. Мясо вы можете брать любое, главное порезать его вот такими вот кусочками порционными. Я нарезаю все и даже Миша получает свой кусок мяса. Мясо, конечно же, нужно замариновать, но перед маринадом нужно его хорошо посолить. Конечно, не пересолите, поперчить и добавить специи, приправ. Я использую приправу для мяса и специальные приправы даже для шашлыка. И теперь нужно сделать легенький такой массаж мяса. Все хорошо перемешиваем. Сделаем еще маринад. Для этого будем использовать томатный сок. Можно соус или пасту томатную и майонез. Примерно в равных пропорциях нужно их смешать. И получим такой вот соус для маринада. Который мы зальем мясо. Для шашлыка еще хорошо бы взять одну луковицу, такую крупную, и нарезать ее полукольцами. Мясо я сложила в глиняный судочек специально для запекания. Если у вас такого нет, можно использовать рукав для запекания. Итак, все ингредиенты смешиваем. Мясо, лук, маринад, соус. И складываем в чугунок, в рукав для запекания. Или в чем вы там будете заделывать мясо. И оставляем мариноваться примерно на час. А потом примерно 45 минут в духовке запекаем с закрытой крышкой. И для того, чтобы мясо приобрело такую поджаренную корочку, ставим его запекать еще минут на 20 без крышки. Когда получится такая вот зажаренная, подрумянившаяся корочка. А если вы запекаете в рукаве для запекания, то рукав также разрезаете посредине. И запекаете тоже 20-25 минут до образования вот такой вот золотистой корочки. Это очень нежное и очень вкусное ароматное мясо. Всем приятного аппетита. До новых встреч.